Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев ознакомился с презентацией основных показателей из запланированных проектов в химической промышленности. Репортаж нашей программы. В результате реформ в химической отрасли увеличились ассортимент продукции и рентабельность предприятий. За 8 месяцев текущего года произведено более 1 миллиона тонн минеральных удобрений. Экспорт почти удвоился и достиг 330 миллионов долларов. Важным стимулом роста стало повышение доверия инвесторов и приток капитала в отрасли. В частности, сегодня в химической промышленности частным сектором реализуется 15 проектов на сумму 2 миллиарда долларов. Пять из них недавно были введены в строй. Вместе с тем предстоит большая работа для превращения сферы в отрасль, производящую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Необходимо обеспечить предприятия сырьем, осуществить их технологическое перевооружение, создать химические кластеры, расширить производство. В ходе презентации представлена информация о проделанной работе в этом направлении и ожидаемых результатах до конца года. Глава государства обозначил дальнейшие задачи в этой серии. Как известно, на базе крупных предприятий в республике Кыркалпакстан, Ферганской, Новоийской и Ташкентской областях создаются четыре химических кластера с полным циклом производства от сырья до готовой продукции. В настоящее время в стадии реализации находится 14 проектов на сумму 1,8 миллиарда долларов. Запланировано еще 29 проектов на сумму 5,6 миллиарда долларов. Президент отметил, что для эффективного запуска деятельности этих кластеров необходимо создать проектный офис, разделить свободные участки на лоты, привлечь инвесторов. Даны поручения по внедрению передового опыта и современных технологий на химических предприятиях, а также приватизации государственной доли в них. Подчеркнуто, что в складывающейся в мире непростой ситуации важно бесперебойно обеспечивать сельское хозяйство минеральными удобрениями. Еще одно востребованное рынком направление – бытовая химия. В настоящее время большая часть отечественного спроса на такую продукцию обеспечивается за счет импорта. Для усиления потенциала местных производителей необходимо сырье и повышение качества. В связи с этим поставлена задача создать широкие условия для частного сектора в сфере бытовой химии, обеспечить производителей сырьем и привлечь международные бренды. На совещании президента Республики Азербайджан состоялось рассмотрение хода осуществления реформ химической отрасли. В первую очередь, в выполнении поставленных задач по безусловному выполнению прогнозных показателей текущего года, создание задела на следующий год и в перспективу. Действительно, отрасль рассматривается как один из локомотивов-драйверов экономики, который будет способствовать развитию других смежных отраслей. Особый упор сделан на выполнение показателей по производству минеральных удобрений, обеспечения в первую очередь сельхозпроизводителей Республики Узбекистан, выполнение прогноза экспорта, расширение географии экспорта с учетом текущей сложной геополитической ситуации, проблем в логистике, своевременного оперативного решения всех поставленных задач. Даны поручения ответственным лицам, чтобы координировать и взять под особый контроль ход реализации крупных инвестиционных проектов. В первую очередь, это реализация тех соглашений, которые подписаны в ходе недавнего заседания глав государства Шанхайской организации сотрудничества, где солидный пакет был подписан по химической промышленности с китайскими ведущими компаниями. Также дано поручение обеспечить реализацию проекта в четырех технологических кластерах регионах Республики Узбекистана. Это первый кластер на Воинской области, второй это в Уст-Юрском регионе, на Фериганской области и в Ташкинской области. Поставлены конкретные задачи, по которым мы отдельно будем по каждому проекту на системной основе докладывать руководству страны. Также отдельный упор сделан на локализацию и организацию производства химических средств, которые сейчас импортируются. В первую очередь, это бытовая химия, привлечение ведущих мировых брендов в отрасли, акцентированием организации новых производств с участием прямых частных инвестиций, стимулировать, оказывать всемирную поддержку при реализации таких проектов. Продолжение следует...